Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы обсудим с вами тему заболевания промежности. Ну, промежность – это достаточно такое понятие анатомическое, большое. Сюда входит и область паховых складок, и область половых органов в том числе, и область заднего прохода. Все это называется промежностью. Какие же заболевания свойственны вот этой области человеческого тела? Ну, во-первых, это разные инфекции, во-вторых, это могут быть аллергические разные заболевания и травматические. Бывают, конечно, более редкие онкологии и так далее, но сегодня мы остановимся на наиболее часто встречающихся заболеваниях, промежности их причин и симптомах. Ну, с травмами здесь все достаточно понятно. Это могут быть прямые механические травмы при ударах и так далее. Это могут быть травмы от какого-то длительного ношения у тесного белья и других каких-то тканей, которые могут использоваться человеком и прилегают к промежности. Наиболее интересная группа – это инфекции разные. Ну, во-первых, это и разные бактерии, это и вирусы, это и грибки, то есть все вот эти царства могут поражать промежность. Ну, если говорить о грибках, то им наиболее часто свойственно поражение паховых складок. Паховые складки поражают различный кожный грибок, в результате чего формируется красное пятно, которое медленно расползается по периферии. В центре, наверное, кожа даже полностью заживляется, во всяком случае, на при внешнем осмотре. Бактерии достаточно широкая часть тоже инфекции. Это могут быть и стафилококковые инфекции в виде гнынечков и стриптококковые в виде пузырьков и, конечно же, последствия различных бактериальных инфекций мочеполового тракта, таких, например, гонорея, хламидии, микоплазма, муриоплазма и так далее. А здесь уже поражаются они вторично вследствие вытекания разных гнойных выделений в область промежности. Ну и вирусы поражают наиболее часто это вирусы герпеса, когда формируются пузыречки маленькие на красном основании, это может быть и герпесы первого, второго типа, и даже опоясывающий герпес встречался менее редко, он уже протекает с очень интенсивными, сильными болями. Ну и вирус попелома человека в виде кандилом. Попелом достаточно часто локализуется в области промежности, особенно часто у мужчин, вследствие того, что в месте, где заканчивается презерватив, происходит дополнительно трение, и именно там как раз и часто высыпают остроконечные кандиломы в области промежности у мужчин. Ну и достаточно широкая, конечно же, часть заболеваний промежности – это аллергическая природа заболевания, это и проявление общей аллергии, например, крапивница, и также местные потёртости разными тканями, особенно синтетическими, различными трусами, которые сейчас достаточно широко применяются. Значит, как лечить вообще заболевания промежности? Ну, здесь, естественно, что всё зависит от причины, которую нужно устранить. Если, например, это кандиломы, конечно же, нужно лечить вирус и удалять их. Если это какие-то стриптококки, стафилококки, необходимо назначить антибиотики. Если это аллергическая природа вещи, то необходимо назначать противоаллергическое лечение, а также обследование на такие анализы, как иммунограмма, иммунный статус и так далее. При любых заболеваниях промежности обращайтесь в наш медицинский центр в Москве Платный КВД. У нас принимают опытные дерматовенерологи и гинекологи, которые проведут необходимое исследование и обнаружат причину любого из заболеваний промежности и назначат грамотное лечение. Ждём вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.